Ты сначала стань человеком. Был бы ты человеком, не случилось бы с тобой всего этого. Сколько раз мы слышим эти слова в жизни, особенно в молодые годы от старших, от родителей и родных, когда мы порой делаем или говорим что-либо, не соответствующее представлениям старших о правильном образе жизни. Для человека, делающего нам укор, самым главным критерием оценки другого является «умение быть нормальным человеком» в кавычках. Выражение «быть нормальным человеком» означает соответствовать общепринятому образу жизни, этикету и идеологии, быть носителем принятых обществом определенных стандартов жизни и поведения. Эта система ценностей, ее стандарты и правила признаются большей частью общества и соблюдаются как незыблемые законы бытия. Общество не дозволяет обсуждать эти системы ценностей и стандарты, и вы не можете узнать, кем и когда установлены эти стандарты и правила. Не можете попытаться оспорить их правоту, так же, как и не можете критиковать их или заявить о наличии в этих правилах серьезных противоречий. Потому что любая попытка критики системы, принятой большей частью человечества, несет собой опасность сделать вас противопоставленным миру, опасность остаться наедине против большинства, стать мишенью для нападок и осуждения широких кругов общества. Эта система, в правоту которой верит большинство, имеет распространение не только в определенных обществах и культурах, нет, она существует, работает и развивается как на Востоке, так и на Западе. Во всех культурных и идеологических системах, причем развивается как некая религия, верование, со своими запретами, повелениями, поклонениями, приоритетами, наставлениями и законами. И имя этой религии – «Быть как все». Религия «Быть как все» – это особое понятие, и оно не имеет отношения к исламу, христианству или иудаизму. Оно далеко от веры в Бога, благой морали и даже просто от человечности. В этой религии нет места тем нравственным благодетелям и моральным заповедям, что описаны в Коране или других божественных писаниях, таких как Тора и Евангелие. По сути, религия «Быть как все» зарождается и развивается в том обществе, которое далеко от божественной морали, Корана и веры в Бога. И самое большое восхищение, почитание и желание подражать вызывают в этом обществе те, кто лучше всего освоил эту религию и неукоснительно следует законам безбожной религии. Здесь важно особо подчеркнуть, что гнилая логика религии «Быть как все» прямо противоположна моральным заповедям и нравственным принципам божественного вероустава, неспосланного в Коране. Коран гласит, что каждый человек в ответе перед Аллахом. И это значит, что каждый человек ответственен за то, чтобы следовать законам Творца и воспитывать свою душу, не искать в мире похвалы и восхищения других людей. Верующий, живущий по законам, предписанным Кораном, живет и мыслит, помня Господний аят. «Я ищу защиту Аллаха от сатаны. Уже недостаточно Аллаха для его раба. Они запугивают тебя другими. Опричь него». Коран, 39 сура, 36 аят. Или вот еще в другом аяте Корана Аллах сообщает нам так. «Я ищу защиту Аллаха от сатаны. Достаточно тебе, Господа твоего, как наставника и помощника в пути». Коран, 25 сура, 31 аят. «Вся жизнь верующего отдана целью стать достойным милости Господа». Это цель – основа веры. В Коране особо подчеркивается, что главной особенностью истинной веры, что простирается от пророка Ибрахима, по библейской традиции пророк Авраам, является полное посвящение себя служению милости Аллахам. В аяте Корана говорится об этом так. «Я ищу защиту Аллаха от сатаны». «Скажи, воистину мой Господь вывел меня на прямой путь, путь истинной веры, веры Ибрахима Ханифа. Он не был из числа многобожников. Скажи, поистине моя молитва и мое поклонение, жизнь моя и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров». Коран, 6 сура, 161-162 аяты. «Цель жизни, заключающаяся в служении и милости Аллаха, фундаментально меняет отношение человека к окружающим его людям и миру в целом. По сути, человек, не верующий, лишенный осознания своей ответственности перед Всевышним, не несет никакой ответственности ни перед другими людьми, ни перед миром. Ведь он не чувствует себя обязанным в чем-либо ограничивать свои мирские желания и считаться с мнением других, интересами и благом окружающих. Тогда как для человека верующего мерой ответственности перед миром и окружающими людьми является заповедь Аллаха, не спосланный нам в Коране. Ибо Коран разъясняет верующему, что перед Аллахом он ценен и благ только тогда, когда он проявляет милосердие, сострадание, справедливость и честность, жертвуя своими интересами и выгодами ради всеобщего блага и благодетеля. Нравственный облик, который должен воспитывать в себе человек, стремящийся к милости Аллаха, описывается в Коране так. Я ищу защиту Аллаха от сатаны. Они верны своим обетам и страшатся дня бедствия, которого охватят все сущее. Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, и говорят. «Мы даем пищу ради благоволения Аллаха и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот тяжкий гневный день». Коран, 76 сура, 7, 8, 9, 10 аят. Верующие, делая благие дела и жертвуя собой, не ищут и не ждут благодарности или поощрения людей. И эта искренность и самоотверженность в совершении добра вырабатывает в верующих крепость и силу духа. Верующие, где бы они ни были, перед кем бы они ни находились, всегда остаются честными и непоколебимыми вершителями Господних заповедей. Им неведом страх перед людским непониманием. Они не ждут ни благодарности, ни награды от людей. Ибо единственной наградой, которую они ищут, является милость и благословение Аллаха. В Коране Аллах описывает верующих, как «не испытывающих страха перед укорами и порицаниями порицающих». Коран, 5 сура, 54 аят. Так что честность, характер и поведение верующего неизменно. Он не делает поправок на сан, должность или материальное положение того, кто находится перед ним. Его характер, веру и крепость духа не испортят ни высокие чины, ни богатства, ни длительные тяготы и лишения, что могут возникнуть на нашем жизненном пути. Коран многократно подчеркивает эти ценности и крепость характера верующих. Многие аяты Корана повествуют о жизни пророков и праведников, веру и преданность Всевышнему которых не ослабили и не изменили ни власть, ни великое богатство, ни годы лишения и изгнания. Потому что верующий знает и верует, что любое благо, это может быть и власть, и богатство, и высокие чины, и известность, и тяготы, это могут быть и порицания, и оскорбления людей, и изгнания, и лишения, и бедность, и нападки, и лишения свободы. Даются ему Аллахом как часть его земного испытания для воспитания его души. На этой ноте я заканчиваю свою радиопередачу. Надеюсь, вы получили огромное удовольствие от прослушивания моей передачи. Я желаю вам счастья, хорошего настроения, берегите себя, пусть ваша вера еще более окрепнет. Мира вам, дружбы и счастья. С вами была Надежда Аиша. До новых встреч, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok